Преждеосвященная литургия Преждеосвященная литургия, анафоры, призывание Святого Духа на принесенные дары, предложенные на престоле хлеб и вино, для их приложения в тело и кровь Господню не совершается. Преждеосвященная литургия Преждеосвященная седмица Кроме этого, в четверг пятой седмицы, поскольку накануне по сложившемуся обычаю, а вообще наутренне этого дня совершается чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и житие Марии Египетской. И по причине этого сугубого покаянного молебного пения и усердного пред Богом предстояния еще совершается причащение святых Христовых тайн на вечерне этого дня, четверга, пятой седмицы. А кроме этого, в память святых сорока севастийских мучеников и обретение главы Иоанна Предтеча, приходящейся, как правило, на Великий Пост и на будние дни, если это и не среда, и не пятница, то все равно совершается божественная служба прежде освященных даров. Это мы насчитали с вами двенадцать по средам пятницам, еще плюс три пятнадцать, еще плюс три упомянутых дня восемнадцать. Ну и кроме этого, бывает престольный праздник, посвященный памяти святого, празднуемого в дни Великого Поста. Тогда может быть восемнадцатая божественная служба прежде освященных даров, может быть, где-то и еще одна прибавится. Но, как видите, более двадцати не бывает. Эта служба совершается в соединении с вечерней, поэтому место для нее задуманное и указанное уставом после третьего часа пополудни. Главное затруднение, которое встречается в связи с этим, это необходимость поститься в течение всего дня. Ну, во-первых, это, может быть, кажется не всем по силам, хотя и в христический пост в православной церкви предполагает шесть часов полного неедения и непитья. Поэтому нет препятствия в утренние часы для тех, кто нуждается в подкреплении пищи и какими водами подкрепиться таким образом. Но уже в середине дня и во второй половине дня надлежит пребывать в воздержании с тем, чтобы с легкостью телесной приступить к этим особым молитвам. Говорят опытные, что без участия в божественной службе прежде священных даров совершенно невозможно дух великопостный не понять и усвоить себе. И те, кто бывают в храмах только в субботний, в праздничный день, могут и не заметить существенных перемен богослужебных, поскольку хоть литургия Василия Великого совершаемая в воскресные дни Великого Поста до входа Господня в Иерусалим, там полагается литургия Иоанна Златоуста, а во все предшествующие воскресные дни Великого Поста литургия Василия Великого, она хоть и имеет некоторые отличия, особенно заметные в алтаре, в составе священнических молитв, но для мирян мало что различается, сам евхаристический канон, имеющий длинные священнические молитвы в алтаре, дольше звучит, дольше поется песнопение «Достойно и праведно есть, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу», и возгласы священника чуть длиннее «Не примите я детей из тела мое, а даде святым своим учеником и апостолам рек» Сначала речь повествовательная, а потом прямая речь Господа в этих возгласах при указании на хлеб и вино, имеющие стать телом и кровью Спасителя. Небольшие отличия богослужений воскресного дня, а вот прежде священное, которое совершается на вечерне, с особыми песнопениями, с земными поклонами, имеет, конечно же, свои особенности, и душу настраивает именно так, как того требует от нас Великий пост. По совершении Великопостных часов, которые в два раза продолжительнее, чем те часы, первый, третий, шестой, девятый, которые читаются в течение года. Почему? Потому что к трем псалмам прибавляется еще три славы на каждом часе, некоторое облегчение и отсутствие кофизма мы замечаем только на первом часе понедельника и первом и девятом часе пятницы. А так к каждому из четырех часов прибавляется еще и по очередной кофизме, а она тоже занимает, в зависимости от скорости чтения, 10-15 минут, и вместо тропарей и тропарей Кандака также занимают более продолжительные песнопения вместо тропаря с земными поклонами, со стихами из псалтири царя Давида, а после «Отче наш», там, где привычное место Кандака, бывают тоже по одному или по три песнопения, которые содержатся в часослове и не отражают дня памяти святого или какого-то праздника, как это бывает в течение года в невеликопостное время. Совершив часы, мы завершаем их изобразительными. Изобразительные — это некоторые напоминания о литургии. Они начинаются после последования часов с пением блаженных. Заповеди блаженства, данные Господом при Нагорной проповеди, отраженные в Евангелии от Матфея, и завершаются пением со сладкогласием «Помяни нас, Господи, помяни нас, Владыка, помяни нас, святые, и когда придешь я во царствие твоем с трехкратным коленопреклонением». И изобразительные уже завершают собой как богослужение уходящего дня, и наступает время вечерни. И если следовать уставу, то ее начинать как раз можно уже во второй половине дня, попастившись изрядно в течение дня. Ну, а на практике часто это сразу после отпуста изобразительных с возгласом, знакомым нам по полной божественной литургии, благословенно царство отца и сына и святаго духа на неприсного века веков. Аминь, отвечает хор, только не на одной ноте торжественно, а великопостным распевом с понижением. Аминь. И мы знаем, что таким образом начинается божественная служба прежде священных даров, присоединяемая к вечерни. А начало вечерни 103-м псалмом, знакомо многим. И также начинается и эта божественная служба. Далее бывают чтения 18-й кофизмы. Всегда одна и та же кофизма читается на вечерни. И в данном случае она особенно нужна для того, чтобы священник совершил определенные действия в алтаре. Проскомедия, как часть полной божественной литургии, первая часть не совершается. Агнец уже заготовлен. Надо сказать, что это заготовление агнецов для последующего причащения в течение Великопостной Седмицы, дело давно знакомое церкви. Еще Юстин Философ, мученик начала II века, сообщал о том, что при служении литургии заготавливаются дары святые для последующего причащения верных, болящих, скорбящих и всяких в этом нуждающихся. А христиане, как первых веков, так и последних, всегда стремились к частому причащению святых христовых тайн. Вовсе не однажды в пост и не однажды в неделю, а чаще. Только в VII веке при римском архиерее Григории Двоеслове по названию одного из его знаменитых трудов, диалоге, так он назван, было утверждено совершение этой службы, а совершалась она и раньше. Ну, а уже Трульский собор ее установил для всеобщего служения, и с тех пор она в православных храмах во всей красоте и полноте совершается. Так вот, во время чтения XVIII кофизмы на вечерне священник, освященный агнец, который не употребили при служении последней полной божественной литургии, для причащения на той литургии использовался другой агнец. Их было несколько на дискосе, но некоторые употребили, а некоторые остались на другом дискосе под специальным покровом, где и хранятся до служения прежде освященной службы. Кстати, именно поэтому, входя в храм в будние дни Великого Поста, мы делаем не поясные поклоны, как это обычно принято в течение всего года, а земные, памятуя о том, что в алтаре на престоле своими животворящими и страшными тайнами телом и кровью своей пребывает сам Христос, за нас распитый и воскресший. И во время чтения этой XVIII кофизмы на три статьи, на три части, на три славы, как говорят, делится кофизма, совершаются поочередно следующие действия. Сначала Евангелие отставляется на правую сторону престола, если престол достаточно большой позволяет там остаться Евангелию, открывается эти действия не видят миряне, молящиеся в храме, открывается антиминс, на котором совершается литургия, и агнец из той дара хранительницы, в которой находится в сохранности, переставляется, переносится на тот дискос, с которым будет уже совершаться остальное последование богослужения. Если есть еще заготовленные агнецы, они остаются на том же месте. Ну а на второй славе совершается кождение благоговейное, с четырех сторон трехкратно, а агнецу воздаются божественные почести, и кождение пред ним совершается. Сопровождаемые эти действия всегда сопровождаются взаимными поклонами священника и чтением соответствующих молитв. Первый, второй и третий молитвы, которые обычно священник читает во время 103-го псалма перед царскими вратами. Но в этом случае они читаются как раз во время первой, второй и третьей славы, тогда как совершаются те действия, о которых я сейчас рассказываю. Ну и, наконец, при третьей славе, 18-й кофизмы священник над своей главой воздвигает на дискосе тела и кровь Господню, Агнца, и при сопровождении звенящего колокольчика это знак для молящихся в храме вставать на колени, при этом перенесении с престола, где хранился Агнец, на жертвенник для его уже употребления последующего, после входа, мы сейчас об этом еще скажем, вот при переносе с престола на жертвенник Агнца бывает звон колокольчика во время чтения третьей славы, 18-й кофизмы, и священник в это время, сопровождаемый каждением, диакон, или если есть второй священник, каждением Агнца, переносит его на жертвенник, где и покрывает воздухом, покровцами, где и также совершает ему поклонение, кождение, и таким образом на жертвеннике оказывается уже закланный, уже приготовленный, уже напитанный кровью Христовой Агнец. Далее в последовании преждосвященного служения идет знакомое на вечерний пение стихир на Господе во звах. Читают соответствующие псалмы царя Давида, и к ним припеваются покаянные стихиры, стихиры, мученикам, посвященные святым наступающего дня. И при завершении бывает вход, который мы за литургией полной знаем как малый, а за вечерний также бывает этот вход накануне пения «Святи тихий». И вот при служении преждосвященной священник с кадилом совершает это вхождение, в сопровождении свечи, символизирующей собой ветхозаветных пророков, предшествовавших и указывавших на явление спасителя. В последовании этой службы бывают чтения ветхозаветных паримий. Большую часть поста мы слышим чтение книги «Бытия», в которой нам Божественное Откровение сообщает об основах Богом утверждаемого грядущего упования на Спасителя, всех основ мироздания, которые открываются нам при этих чтениях. И здесь, хоть мы и не слышим новозаветного чтения, кроме особых правил богослужения при служении Великим Постом, будничным днем, Благовещенью при Святой Богородице, но в этом случае, тем не менее, между чтением книги «Бытия» и премудрости Соломоновых отковерзаются царские врата, и после второго прокимна, спеваемого вслед за чтением книги «Бытия», священник, обращаясь лицом из царских врат к народу, поднимает над всеми и над своей головой свечу возжженную и кадила с возгласом «Свет Христов просвещает всех». Таким образом указываем на то, что Ветхозаветное Писание жило упованием на грядущего Христа Спасителя. И именно на него, взирая грядущего, сохраняя на него упование, и совершались все те служения Ветхого Завета, о которых сообщает нам Священное Писание. После чтения Второй Паремии несколько стихов из 148-го Псалма «Да исправится молитва моя, как одила пред тобою». Воспевается особенно умилительно, коленопреклоненно, кроме поющих, да и те при припеве тоже встают на колени, как и весь храм. Священник Кадид совершает каждый день перед престолом, и весь храм благовеянно подпевает этим умилительным, покаянным строкам Псалма Царя Давида. И в завершении знакомая для Великого Поста молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи Владыка живота моего», которую священник совершает перед престолом, всех молящихся единым покаянным духом, повергает на колени и спрашивая милости у Господа. И далее с знакомыми ектиньями, знакомыми повечерни и, тем не менее, уже напоминающими и о полной литургии, потому что к прошениям прибавляются и о оглашенных, то есть готовящихся ко святому причащению, а во второй половине Великого Поста даже и же ко святому просвещению готовящихся. Оглашенные просто, они еще неизвестно, когда будут крещены. Может быть, еще через год, через два такой был институт оглашения длительного приуготовления к таинству крещения, чтобы, рождаясь в жизни вечной, становясь христианином, человек действительно был уже вполне готов жизнь свою полагать за Христа, а не только именоваться христианином. А вот во второй половине Поста, начиная с приполовения, со среды центральной четвертой, крестопоклонной седмицы, мы слышим уже прибавляющуюся к молитве о оглашенных молитву о иже ко святому просвещению готовящихся. Это те, кто на эту Пасху, а в древней церкви была традиция крестить именно на Пасху, потому и поется вместо тресвятого на литургии пасхальной «Елица во Христа крести, крестистесе во Христа облекостесе». Так вот, сугубая молитва прибавляется именно тех, кому осталось уже совсем немного времени, три с половиной недели до рождения в жизнь вечную. И эта молитва знаменует собой и вторую половину святого Великого Поста. Это икотинья, эти сугубые прошения. Когда мы не знаем, кто готовится к святому крещению, мы во всяком случае во время этой молитвы можем усердно молиться о тех наших сродниках, которые, или близких людях, которые только именуются христианами, но по-христиански не живут, ну, равные о тех, кто, может быть, еще не могут быть законно названы оглашенными, ибо не готовятся к крещению, но очень нуждаются, конечно же, в этом, как и каждый человек, грядущий в мир, и поэтому помянуть их — дело самое уместное во время совершения этой екотиньи. Ну, а далее звучит только присущее этому великополстному богослужению песнопение «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, все обоходят царь слава, все жертвы тайны, совершенно дареносятся». Во время этого песнопения совершается каждение алтаря, и священник, над своей головой, подняв дискос сагнцем, сопровождаемый каждением священосцами, совершает похожее на великий вход, выход из северных диаконских врат, входа, и, проходя по солье, священник не останавливается, как нам это привычно видеть во время полной литургии, во время великого входа, где поминают с нами святейший Патриарь Кирилл, наши правящие архиереи, и братья, и благодетели, прихожане, и все православные христиане, но безмолвно и не останавливаясь, священник с дискосом, воздвигнутым над своей головой, на которой почивает сам Агнец Божий, проходит фрам, произнося только «Верую и любовью, приступим до причастницы жизни, вечной будем, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». И это вхождение почитается коленопреклонением всех тех, кто молится в храме. И звучит последняя «Екатинья», завершающая уже перед причащением святых христовых тайн. Во время нее завеса не совершенно задвигается царских врат, но наполовину, напоминая нам о том, что это вечерня, а не какая-то другая служба. И «Екатинья» завершается пением «Отче наш», но только в отличие от привычного для нас мажорного общецерковного пения, она поется, но на одной ноте. «Отче наш, а же и си на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли». Так вот тоже отдавая дань и самой мелодике Великопостной не столь мажорной, как нам привычно слышать в течение остального года. Возглас «Святая святым» изменяется на иной. Священник не воздвязает перстами с двух сторон, обнимая Агнец над престолом, но только прикасается к нему перстами под воздухом, покрывающим чашу и дискос, и его возглас звучит несколько иначе. «Прежде освященная святая святым», что не меняет сути дела. Мы, будучи христианами, сознавая себя верными по той причине, что исповедуемся и неисправности наши врачуют благодать Божия, и мы с чистой совестью приступаем к причащению святых христовых тайн. И после этого уже последование состоит в том, что сначала в алтаре причащается священник, тоже несколько меняя слова, в данном случае он причащается тело напитанного кровью Христовой, и поэтому причистое тело, честная кровь Господа Бога и Спасного нашего Иисуса Христа, ее причащается именуя себя недостойным иереем, с такой молитвой приступает, принимая собственных рук, тело и кровь Господня священник. Есть дискуссия многолетняя в церкви о том, что же содержится в чаше, в которую было влито вино, а потом вложено тело Христово, напитанное кровью, но некоторые неблагоговейные слова, проникшие даже в некоторые священнические чинопоследования служебника, например, о том, что причастившись телой крови в соединении напитанного Агнса, потом священник испевает из чаши уст ради полоскания, как будто там просто теплота, вино смешанное с водой, но так невозможно мыслить для благоговейного христианина о содержимом чаши, в котором находятся тело и кровь Господня, пускай даже уже в несколько подсушенном виде пропитавшая Агнец, тогда как она помещена в евхаристическую чашу, именную потиром, и влитое в нее вино, соединенное с водой, вступило в соединение с самой кровью Христовой, и не так важно, она в виде сыром или в виде подсохшим на теле Христовом, на Агнсе, но тем не менее принимать ее с благоговением приличным для крестовой крови совершенно кажется необходимое расположение для благоговейного причастника, но именно потому, что мы уже причастились и тело, и крови, поэтому мы не объявляем дополнительного своего возгласа или молитвы о том, что при чистой крови отдельно причащается священник, когда испевает из чаши, но тем не менее призван, конечно же, со всем благоговением и почтительностью приличной крови Христовой принимать из нее, как это полагается, из чаши, как это полагается священнику. Причастив мирян, священник за омвонную молитву читает также особую, в ней звучит и благодарение Богу о причастии святых Христовых тайн и мольба о том, чтобы укрепил Господь и все святое поприще этой четыридесятницы завершить душеспасительно, благоговейно, беспорочно и на этом уже и при совершении отпуска, на котором уже поминается святитель Григорий Двоеслов, римский первый епископ, именующийся и тогда в те времена когда Рим находился в единстве со вселенским православием римским папой, ну сейчас это удивляет некоторых прихожан, почему их приходской священник начал вдруг римского папу поминать, не впал ли он в какую ересь, нет, конечно, речь идет о святом римском папе первого тысячелетия до разделения церквей, таким относятся немало чтимых в православии святых римских первосвященников, речь вовсе не о современных и не о тех, кто уже в расколе от православия и впав в еретические учения от православия откололся после 1054 года, после 11 века, не о них идет речь, а напоминается тот самый святой папа Григорий Двойслов, при котором было установлено всеобщее служение этой самой службы, которая именуется литургией святителя Григория Двойслова. Участие в этом богослужении требует, конечно же, и времени, потому надо его находить, требует покаяния, и это особенно удобно Великим Постом, требует и исповеди, которая позволяет нам с чистым сердцем приступать к принятию животворящей святыни, тела и крови Господней, и, конечно же, причастившись к святых Христовых таинцам божественной службы, прежде освященных даров, мы получаем великое дерзновение совершать в духе продолжать поприще великого поста, принося Господу добрые плоды своего покаяния. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова